Депутат Вадим Рабинович любит на словах говорить не только отделять котлеты от мух, он любит повторять. Есть люди, которые в отличие от царя Медаса, все к чему прикоснуться превращают не в золото. Во что превратил и как проглотил Рабинович знаменитый футбольный клуб «Арсенал» смотрите прямо сейчас. Футбольный клуб «Арсенал» Киев один из самых старых и легендарных клубов столицы. В середине 2000-х был на пике своей популярности, вышел в еврозону. Но в конце 2013-го руководство «Арсенала» объявило о закрытии клуба. Как болельщики восприняли? Плохо. Почему? Потому что команда, которая играла в премьер-лиге с 2001 года, начала свой путь. Точнее, она его даже закончила. Команда в середине сезона сошла с премьер-лиги. Клуб объявили банкротом. У «Арсенала» появился долг в 360 миллионов гривен перед «Приватбанком» и порядка 17 миллионов за авиаперелеты. Очень неоднозначная задолженность. 14 игроков основного состава расторгли контракты из-за отсутствия финансирования. Членам команды перестали выплачивать зарплаты. Все делается не просто так, а ради чего-то, для чего-то. Должно быть так. Закрыл все долги, а потом делай с клубом, что хочешь. Ребята, я вот год закрыл, банкротишь, потом уничтожай. Ну, это уже дело руководства. Ну, почему-то у нас происходит все наоборот. С 2007-го президентом клуба был тогда еще не нардеп, но мечтающий стать нардепом Вадим Рабинович. Упадок «Арсенала» начался именно с его приходом, утверждает бывший спортивный директор клуба Владислав Ващук. У клуба не было тренировочной базы и даже нормального собственного автобуса для выездных игр. В 2000-х тогда еще мэр Киева Александр Амельченко предоставил арсеналу здание площадью 460 квадратных метров под офис в центре Киева по улице Тургеневская, 21. Футболисты утверждают, никогда не знали, что их штаб-квартира расположена по этому адресу. Экс-нападающий «Арсенала» описывает здание, в котором якобы находился их офис тогда. Угол перед Гудвайном, столичные новости наверху, там здание, я адрес не знаю какой-то. Вот первый и последний офис, который я знаю. Там находился, я туда ездил, и к Рабиновичу, и как бы общались. Да, что мы взяли? Арсенал был только одна машина, Hyundai там какая-то, и все. Ни движимости, ничего не было. Ни стадиона, ни полей, ничего не было. Амельченко выделил Арсенал у здания. На что, Рабинович, Тиктий, Влад, это не твои вопросы, все. А всех людей персонал перевел в офисы, в свои же офисы. То есть Арсенал платил ему же. Двухэтажное здание в центре Киева. Здесь якобы находится офис Арсенала. Внутренний двор пуст, территория закрыта. Охранник удивлен. О том, что помещение принадлежит футбольному клубу, ничего не знает. Мы ищем офис футбольного клуба «Арсенал». Тут нема. Николы не было? А зараз тут? Нема. Такой клуб «Арсенал» уже ж нема. В департаменте земресурсов КМДА подтвердили, у здания действительно есть собственник. Но зарегистрировано оно на общество с ограниченной ответственностью. HMS Разборн. Юридический адрес компании улица Мечникова, 14, дробь 1. В этом же здании находится офис нардепа Вадима Рабиновича и его политическая партия за життя. Конечный собственник компании HMS Разборн Игорь Батар. Он же по совместительству помощник-консультант Рабиновича на общественных началах. Еще один помощник нардепа Виктор Головко. Именно он и был гендиректором «Арсенала» и объявил его банкротом. Каждый раз 100% денег не доходил ребятам. Все время деньги куда-то уходили. Ну, Головко нам рассказывал, что так надо, по-другому никак. Ну, я понимаю, что без Рабиновича он этого не мог делать даже. Так на сегодняшний момент никто ничего никому не вернул. Мало того, что еще и сам Рабинович идет президент. Мне как-то это удивительно. Еще один интересный факт. По документам здание по улице Тургеневская было куплено за 300 тысяч гривен. Но на момент продажи его стоимость составляла более 9 миллионов. Кто как и за чей счет обогатился, необходимо спросить, как любит говорить Рабинович, у компетентных органов. А у самого Рабиновича спросить, где он хранит то, что должно было принадлежать ФК «Арсенал». Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер.